Разница во времени в трех разных маршрутах из района ПЗ в Заречье в вечерний час пик не составляет и 10 минут. Как обстоят дела на дороге в утреннее время, покажет сегодняшний эксперимент. Ну что, сверим часы? На этот раз мы отправились из микрорайона Заречье в центр, а именно от 9-й школы на улице Чернышевского, 114, до железнодорожного вокзала на площади Бабушкина. Итак, маршруты определены, таймер. Три, два, один. Все, поехали? Да. Первая группа отправилась с самым популярным маршрутом по направлению в центр, через Октябрьский мост, вторая – через улицу Горького и мост Восьмисотлетия, а третья группа вновь отправилась через обход Вологды. Первая и вторая команда встают в пробке на Чернышевского. Улица Чернышевского. Движение, в принципе, адекватное. Больше 15 минут нам потребовалось, чтобы преодолеть расстояние от дома 114 по Чернышевскому до остановки Родина. Тем временем на обходе ситуация противоположная. Дорога свободна и останавливаться не пришлось даже на железнодорожном переезде. Мы, опять же, поехали по нашему излюбленному маршруту, который через окружной шоссе, через объезд Вологды, и потом поворачиваем на проспект Победы, в сторону улицы Горького. Спустя еще 10 минут вторая группа добралась до моста Восьмисотлетия и уже практически спустилась с него. На часах 9.41, и это 22-я минута нашего эксперимента, мы находимся на мосту Восьмисотлетия. Поток довольно плотный, но, в принципе, не смертельный. На Октябрьском мосту тем временем трудятся дорожники, готовят поверхность путепровода к асфальтированию. Ну вот мы и проезжаем Октябрьский мост, а тем временем прошло 30 минут. В это время третья группа преодолела три переезда, свернула на улицу Мохова, а затем на Октябрьскую, а это уже центр города. В общем-то, там уже и вокзал, так что, где едут ребята, мне очень интересно. 30-минутный рубеж преодолела и вторая группа, правда, они уже намного ближе к финальной точке. Прошло ровно полчаса, и мы приближаемся к вокзалу, к конечной точке. Сразу за ними приехала группа номер один. Вот мы и приехали на финальную точку нашего маршрута, это вокзал. Время, которое нам потребовалось, чтобы преодолеть расстояние от 114-го дома по Чернышевскому до площади Бабушкина, составило 37 минут. Последней приехала группа номер три, но разница минимальна. На дорогу через обход Вологды ушло 38 минут. Ну что, мы приехали почти в одно время, ребята. Да, сколько у тебя? Я приехала пять минут назад. Таким образом, время в пути группы «Октябрьский мост» составило 37 минут. Команда, отправившаяся через обход Вологды – 38. Самый быстрый маршрут от микрорайона Заречья до ЖД вокзала – через мост 800-летия. На него потребовалось чуть больше получаса. Напомним, днем раньше те же группы пробовали разные маршруты, чтобы добраться из микрорайона ПЗ до парка ветеранов в Заречье. Тогда самым быстрым оказался путь через обход Вологды. Какой маршрут выбрать – решать автомобилистам. Возможно, кто-то готов потратить дополнительное время и постоять в пробке, вместо того, чтобы воспользоваться объездом. В любом случае, лучше заранее продумывать путь. Ведь ремонт моста с 90-летней историей крайне необходим в первую очередь для безопасности горожан, а ограничение движения – дело временное.